Приветствую вас, дорогие друзья! Будьте благословены в это прекрасное, в это шикарное время. Это самое радостное время на земле. И вы зададите вопрос, да неужели? Да, точно. Потому что Господь скоро идет, очень скоро идет Господь, и для нас это не беда, для нас это не время паниковать, бояться, прятаться, изолироваться. Для нас это время готовиться к брачному пиру. Дорогие друзья, прежде чем буду проповедовать, вот хотел бы вас все-таки ободрить и разбудить, немножечко вот так вот взять и потрясти, и сказать, что стряхни с себя все мирское, стряхни. Ты Божье творение, созданное во Христе Иисусе. Для Него, для Него Бог творил человека для себя. Когда мы рождаем детей, мы рождаем их для себя, чтобы радоваться, любоваться, иметь общение, восхищаться. Так же и Бог. Поэтому не лишай Его этой радости. Радуйся с Ним. Давай Ему собой любоваться, своей верой. Проявляй свою веру. И ко многим верующим я хотел бы обратиться, и особенно если вдруг неверующие смотрят, добро пожаловать в Божье Царство. Иисус вас любит. Иисус приглашает. Иисус хочет подарить вам новую жизнь, лучшую жизнь. Вы знаете, сегодня есть проблема в жизни многих людей. Нету нужды в Боге. Нету такой острой потребности в Боге. А когда нету потребности в Боге, когда слишком много альтернатив, то человек вообще раскисает. Он становится кашей, киселем. И все. Ну, приходит к Богу, конечно, там, перед едой помолится, там, на ночь. Ну, где-то такой, знаете, пылающей любви, поиска Бога, знаете. Я помню, когда у меня заболел зуб. Ого! Как я активно искал Бога. Я молился за всех людей. Я за всех людей, кому сейчас плохо. Молился. Я потому что им сострадал. Я сочувствовал. Я сопереживал им. За всех. За всех, кто проходит какие-то ломки, гонения, страдания. Я во всех грехах покаялся, которые делал и не делал. А знаете, ну, неужели мы так призванные жить, а? Вот, когда беда, так тревога, тогда Бога. Давайте перейдем вот на этот зрелый, как сказать, образ жизни христианина. Искать Бога, потому что Он нам нужен, Он необходим нашей душе. И знаете что? Если этого нету в нашей жизни, то у нас есть привилегия, у нас есть привилегия просить Его об этом, чтобы Он нам дал жажду и голод по Нему. Если у нас не будет голода, может быть, у многих анорексия, так просите, чтобы Господь исцелил вас от анорексии. А если вы не пьете воду, если вы не пьете Святого Духа, у вас также будут проблемы. И вы будете восполнять свои нужды уже на стороне в этом мире. И это есть идолопоклонство. И Господь не будет вас считать своим ребенком. Он не примет вас в свое число. Поэтому ощутите сегодня очень великий голод и жажду по Богу. И приготовьте свои сердца к Господу. Аминь. Тема проповеди будет называться «Цель веры». Мы не верим просто так в Бога. У нас есть цель. Почему мы это делаем? Никто не садится, знаете, на остановке просто так в автобус. Никто не садится просто так в машину. Когда мы садимся в машину, мы понимаем, мы едем сейчас куда-то. У нас есть цель. Вера – это так же, как авто. Ты сел куда-то добраться. Тебе надо доехать куда-то. И вера дана нам для того, чтобы жить. Евреям 10.38 говорится. Праведный – это тот, кто оправдан уже Богом. Верой жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. То есть, Бог таким людям не расположен. Каким людям? Которые колеблются. А что значит колеблется? Человек. Неужели ты, Господь, против? Человек. Немножко слаб верой. И ты что, сразу против Него? Нет. Здесь говорится о том, что Он знает четко, что есть два источника информации. Есть вот Слово Божие, есть Дух этого мира. И человек, знаете, колеблется, не знает, что ей выбрать. И когда человек стоит, и не знает, что ей выбрать. Как Бог может нормально относиться? Если вся вселенная почитает Слово Божие. Если все подчиняется Слову Божьему. Все покоряется Слову Божьему. А ты стоишь такой, колеблешься. И не знаешь, верить или не верить. Да или нет. Получится или не получится. Довериться или не довериться. Доверься. И не колеблись. А из-за чего колеблется человек? Потому что он смотрит по сторонам. Он смотрит по сторонам. О, а как другие? А что? А что? А как? А как? А где? А как? А ты призван смотреть на Господа и пребывать в Слове. У веры есть цель. Начало пути и его завершение. Когда началась твоя вера в Бога? Вспомни. Когда ты первый раз обратился к Богу. Помолился. Вот тогда было зарождение твоей веры. Я хочу просто попросить вас сейчас даже об этом. Вам не надо ничего сейчас говорить. Я просто хочу вас вернуть в тот момент. То ли это в молодости произошло. То ли кто-то вам рассказывал о Христе. Или какой-то период у вас был сложный. И вот этот момент. Я хочу, чтобы вы вспомнили, когда вы впервые обратились к Господу. Вот вспомните. Напрягите свою память. Знаете, такое сложно забыть? Вот это было начало вашей веры. Потому что, когда человек уже начинает говорить с Богом, это его молитва. В этот момент проявляется его вера. Даже если он говорит, послушайте, Бог, если ты есть, сделай вот это, вот это или вот это. И это уже молитва веры. Потому что он бы тогда и не обращался, если бы он не верил в Бога, он бы и не обращался к Нему. Вера, а именно вера в Бога, и познакомила нас с Богом. И слава Богу за тех людей, которые принесли нам Слово Божие, принесли нам информацию о Боге. Мы бы иначе не уверовали бы. Вера начинается на земле, а заканчивается на небе. То есть, садимся в машину здесь, а вылезаем уже дома. Вылезаем на небесах, где нашей вере уже не нужно будет напрягаться. И у нас ее, скорее всего, уже не будет. Вера в Бога на небе не нужна. Потому что ты общаешься, ты видишь, и тебе не надо верою жить и верить в невидимое. Для тебя стало это видимым. Когда человек придет на небо, для него невидимое станет видимым. Вера дана нам, чтобы жить духовной жизнью на земле. Духовной жизнью. Вот мы жили, 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 и мы родились свыше. Мы покаялись, родились свыше. И вот теперь вера нам нужна для того, чтобы жить духовной жизнью, иметь общение с Богом, развитие с Богом, возрастать в Господе, и также иметь влияние, осуществлять влияние на этот мир. Бог не заинтересован только в нас, чтобы мы выросли. Знаете, когда Божий Сын родился на земле, у Бога не было в целях, чтобы Он прожил хорошей жизнью на земле. Он о нем заботился, но была цель, чтобы Он повлиял на окружение, повлиял на землю, повлиял на человечество. Мы тоже дети Божьи. И у нас также есть вот эта вот задача, скажем, призвание, возрастать в Господе и осуществлять свое призвание здесь влияние на земле, на окружающих. И оно будет сочиться из тебя, потому что ты имеешь общение с Богом. Ты носишь его Слово Божье. Но Слово Божье внутри себя, значит, у тебя есть ответы. Послушайте, у людей нету часто ответов, потому что у них нет Слова Божьего. А у верующих есть ответы, потому что они имеют их внутри себя. Скажем так, ты носишь в себе ответы, а люди вокруг тебя с вопросами. И они тебе сидят, они не знают, что ты верующий, что ты такой, знаешь, как юрист Слова Божьего, что ты можешь их помочь, наставить, проконсультировать, привести к Господу. И у них начнется духовная жизнь, новая жизнь, новое начало, прекрасная судьба. И представь, у них только вопросы. И они пытаются, но у них не получается. А у тебя есть ответы. И ты просто не удерживай их внутри себя. Поделись этими ответами, этими советами. Даже самый маленький, рожденный свыше только что, христианин, уже имеет влияние. Он может подсказать. Как? Просто сказать, Господь мне помог. Я был в тупике, и Господь мне помог. Все. Бывает часто, даже вот этого достаточно, чтобы помочь человеку выкарабкаться из проблемы. А дальше он уже за Господом цепляется, пойдет, пойдет, будет общаться, будет развиваться, и встанет, и вырастет, и будет с Богом. Итак, Господь пришел к нам на землю, на нашу грешную землю, развращенную, чтобы нас здесь коснуться, обратить к себе, познакомиться с нами. Это он первый захотел. И увести нас на небеса. Итак, мы в это последнее время идем на небеса. И вы знаете что? Проблема очень многих христиан, что у них есть что терять. И когда есть что терять, это больная тема. Послушайте, это как кровоточащая рана. Пожалуйста, ну не говори об этом. Я и так старался. Копил, копил. А тут мне говорят, будь свободен от всего. А Павел к этому призывает. Апостол Павел. Имеющие жен должны быть как не имеющие. Имеющие там это должны быть как не имеющие. Понимаете? То есть, мы все можем, как бы мы это имеем, но это не обладает нами. Это не контролирует нас. Это не управляет и не доминирует нами. Однажды вера закончится. Но радость в том, что это произойдет уже на небесах. Когда мы увидим Бога? А до небес нас ведет вера. Вера, которая внутри нас. Это наше как бы решение. Это наш труд. Вера, она сама по себе не может появиться. То есть, это идет обоюдное действие. Бог мне что-то дал, и я это принял. Я это принял и увеличил в себе. Возрастил в себе. И об Иисусе сказано, что Он взошел пред Ним как росток из сухой земли. И часто мы, бывает, видим, что из асфальта растет очень такое нежное растение. какой-нибудь одуванчик там даже. И ты думаешь, одуванчик пробил асфальт и растет. Ого! Понимаете? Но кто-то может наступить на этот одуванчик. Надо беречь его. Или, например, какое-то там дерево начало расти. Пока что оно слабое, и за ним нужно ухаживать. Это всего лишь росток из сухой земли. Как Иисус говорил, что Царство Божие подобно семечке. Да? Маленькому семечке, горчичному. Оно бывает самое маленькое семя на земле. А когда вырастает, становится деревом. И даже птицы небесные укрываются в нем. Так вот, чтобы вера выросла, нужно вот это растение охранять, беречь, не слушать другую информацию. И нужно подпитывать веру. Подпитывать и практиковать. Братья и сестры, вера не растет. Непрактикуемая вера становится омертвой. Ее каждый день нужно практиковать. Каждый день нам нужно практиковать веру. Так же, как и тело. Если вы целый день пролежите в кровати, а потом встанете, у вас может закружиться голова. Если вы неделю пролежите в кровати, вы не сможете встать, ходить. Или месяц там, сколько. Один говорил, что в гипсе у него была рука месяц, и он ее должен был разрабатывать заново. Она не работала, когда сняли гипс. Так и у многих верующих. Когда-то что-то было. Нет, послушай, вера жива. И праведник веру и жив. Сегодня. Сегодня. Почему? Он практикует ее. Как практиковать веру? Минимум. Ты должен быть согласен со Словом Божьим и говорить Слово Божье. Вот почему перед собранием мы прославляем Бога. А в прославлении мы исповедуем веру в Бога. Мы исповедуем и говорим, что кровь Христа мыла меня. Мы верим в Слово Божье. Мы принимаем любовь Божью. Представляете, мы исповедание веры уже практикуем. Поэтому ты верующий, потому что ты исповедуешь веру Божью. Ты ее говоришь. Вот почему важно прославление иметь, включать каждый день и петь вместе с другими. Петь, прославлять Бога. или сам у тебя песня льется и там слова в песне какие-то пророческие. Ты что-то пророчествуешь. Ты, например, поешь Господь, ты пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Что ты сейчас сделал? Я практиковал веру. А я задумался. У меня это естественно уже выходит. И дальше сидишь и поешь, и тебе хорошо. И ты на самом деле начинаешь верить в это. Это минимум, как ты должен практиковать, утверждать свою веру. Иначе она начнет умирать. И к тебе подойдет брат Яков, тыкнет тебя в Бог и скажет, твоя вера мертвая. Вера без дела мертва. Именно вера соединяет человека с Богом посредством молитвы. Вера соединяет человека с Богом. и человек не остается прежним. Не остается прежним. Люди, мы видим в Евангелии, которые встречались посредством веры с Богом, они не оставались прежними. Не оставались. Их жизнь преображалась. И появлялось новое начало. А у кого нету завершения? У того, у кого нет начала. У Бога. У нашей веры есть начало, есть и конец. До небес нас доведет вера и скажет, все, я тебе больше не нужна. И вот с Богом все рядом. А пока мы верим в Него. Написано, что вера есть уверенность в невидимом. Уверенность в невидимом. Но это невидимое. Это духовный мир. Может быть, ты видишь его духовными глазами, но физическими глазами ты не видишь. Вера ознакомит нас с Богом. Помогает нам его познавать, расти духовно. Побеждать мир. Вот вера, она помогает нам побеждать мир. Что такое мир? Это грехи. Это греховный мир, как Иоанн пишет. Не любите мира. Все, что в мире, похоть полюбить. Бога, чтобы не хотеть. Грех невозможно победить, если ты его любишь. Запомни это. Тот грех, который ты любишь, невозможно победить. Ты будешь молить кровь Христа, ты будешь говорить во имя Иисуса, не сработает. Сто процентов. Ты должен возненавидеть. Как возненавидеть? Ты должен увидеть, что Он причинит тебе в будущем. Сейчас ты с Ним в обнимку. Но что произойдет с тобой в будущем? Что? В какой печали ты будешь находиться? В какой беде ты будешь находиться? В каких муках ты будешь находиться? Ты должен возненавидеть. И ненависть к греху приходит тогда, когда есть любовь к Богу. Почему никто агрессивно не провел политику против Голиафа? Только один Давид. Он провел агрессивную политику. Не соглашался. Он не соглашался с тем, что он сейчас слышит. Почему? Никто не мог противостать. Никто. Потому что никто и не любил Бога. Получается. Когда ты любишь, ты это будешь защищать. Представь, ты любишь свою жену, и кто-то стоит в компании и смеется над твоей женой. Послушай, как ты себя будешь чувствовать? Ты что, будешь стоять смеяться? Ты что, будешь просто молчать? Ты любишь свою жену, ее кто-то сейчас стоит и оскорбляет. Это так же равносильно, как Давид слышал, что оскорбляют его Бога, которого он любит, которым он восхищается, которым он радуется, с которым ему хорошо каждый день. Кто-то сейчас стоит и обливает его грязью, вгоняет его в грязь. Он агрессивную политику провел, не потому, что у него был темперамент такой, знаете, горячий парень, а потому, что ревность по Богу это сделала, произвела. Ревность по Богу, его любовь к Богу не позволила, во-первых, поносить Бога, во-вторых, израильский народ. Там же уже шла сделка, сделка такая, один на один, выиграешь, я стану твоим рабом, и все филистимляне, проиграйте, вы станете нашими рабами. И ему пришлось отвечать уже за решение царя. Царь должен был это сделать, освободить народ, он же глава, он не только призван получать деньги и жить прекрасной, шикарной жизнью, он призван заботиться о людях, о народе. Давид это сделал, Давид, почему? Он любил Бога и любил свой народ, своих братьев. Папа сказал ему, иди, позаботься о своих братьев. И он позаботился не только физически, но и полностью. Комплекс, комплекс. это дух, душа и тело были спасены. Не только сыр им и изюм принес, но освободил их, дал им свободу. И вы знаете, какая радость? После того, как Давид освободил, уничтожил Голиафа, какая радость, весь народ пришло, танцы пошли, стали плясать девушки, петь и радоваться. Давид, Саул побеждал тысячи, Давид десятки тысяч. Это все слава Господу, радость такая пришла, торжество пришло. Почему? Потому что появился тот, кто любит Бога. Сегодня Бог хочет видеть сегодня невесту, которая влюблена в него. Не та такая, которая, что получил, тому и радуйся. Что? Господь тебе скажет, спи дальше. ты остаешься на великую скорбь. Послушайте, друзья, то, что происходит в мире, мы даже еще не понимаем. Мы не понимаем, что происходит в мире. Что-то серьезное происходит в мире. Смена правительств происходит. Новое правительство появляется. Ведь не то, что там какой-то вирус летает. Ни от каких вирусов никогда ничего не закрывалось. Никогда такого не было. Такой паники и такого контроля. Мирового контроля. Мировой контроль приводит к мировым последствиям. На фоне хаоса может появиться тот, кто решит все проблемы. Да и пусть мир готовится. Он постоянно к чему-то готовится. То к Олимпиаде готовится, то к чему-то каким-то выборам готовится. Это их жизнь. А наша жизнь, к чему мы должны готовиться? Знаете, к чему мы должны готовиться? К освящению. Братья и сестры, я умоляю вас, во имя Иисуса Христа готовьтесь. Именно сейчас это самое лучшее время для подготовки. Готовьтесь. Что вам для этого нужна? Вера. потому что Сын человеческий когда придет на землю будет искать веру. Давайте мы вспомним как Иисус придет. И давайте мы разделим восхищение и второе пришествие. Это два разных события. Восхищение будет. Господь придет и остановится в духе в воздухе. В воздухе остановится. Его не будет на земле. Он будет в воздухе. И ты должен будешь подняться к нему в воздух. Зайти на борт корабля. Без веры ты это не сможешь сделать. Я объясню и докажу почему именно. Нам надо будет забраться к нему в воздух наверх. Объясню. Когда Иисус говорил притчу о десяти девах написано что они все десять верующих ждали жениха. И как жених замедлил то все задремали. и умные и мудрые и неразумные все задремали. Но в полночь раздался крик. Да мы помним при последней трубе при гласе архангела там мертвые воскреснут а мы живые изменимся. господь придет и смотрите они пробудились проснулись поправили свои светильники и что дальше они сделали вышли навстречу жениху они вышли произошло действие они не ждали жених сейчас придет за мной за мной придет жених нет если ты еще все-таки здравомыслящий христианин и относишь себя еще к пяти мудрым девам то послушай к тебе сейчас звучит это проповедь к остальным это потом вы после великой скорби придете к господу придете сейчас вы не горите сейчас вам все это не надо у вас сейчас там в голове другое господь вас тоже любит даст вам второй шанс антихрист всего лишь вам отрубит голову из того что вы не послушаетесь его в общем это ладно опустим это те пять мудрых дев вышли навстречу жениху и написано готовые вошли на брачный пир они готовые стали метаться у них нету веры когда у человека нету веры представьте ни лестницу не поставить ничего господь в воздухе остановился послал Павел так пишет что мы будем восхищены на сретение господу это означает что он на облаке он остановится как ты туда к нему зайдешь как будешь прыгать что ли за лестницей побежишь тебе нужна вера вера чтобы туда забраться потому что девы вышли навстречу они вышли а эти побежали искать почему они побежали искать потому что увидели что что-то невозможное перед ними как я туда запрыгну господу как я буду прыгать задумайся об этом придет очень тяжелое время на эту землю очень тяжелое страшное время мы читаем это в откровении Библии и тогда верующие вспыхнут и тогда вспомните мои слова не отчаивайтесь все равно вас Господь любит даже если вы пропустили брачный пир даже если вы пропустили восхищение церкви не теряйте надежды вы не будете знать что делать но Бог все равно вас любит и вы все равно я верю дойдете до небес но уже в руках будете свою голову нести и Иоанн пишет я увидел множество людей обезглавленных за слово Божье и спросил ангела а кто это они кто это такие ангел говорит они пришли от великой скорби это те верующие которые не заботились о своем масле не вошли остались на страдания остались на гонения остались на великую скорбь на время правления антихриста и там они очнулись там они загорелись было поздно но они все таки уже знаете бывает такое что к самолету когда ты ждешь терминале подъезжает автобус все люди заходят и уезжают и бывает такое что еще такой самый самый последний такой автобусик приходит и там одного человека может забрать только такой опоздавший такой ну еле 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 успевший и его одного везет автобус уже все сидят уже в салоне уже все уже все на небесах уже все отпраздновали все уже с господом и тут этот приезжает И все смотрят, говорят, а что у него с головой? Где голова? А она у него была отрублена Вот он не всерьез воспринимал вообще Писание, притчи Иисуса Не верил, смеялся над всем Чушь говорил там И досмеялся Знаете, пробуждение прийти может когда-нибудь Даже не сейчас, извините Мы не видим никакого пробуждения Оно как раз таки и придет Когда человека в угол загонят Отберут твое имущество Отберут все, что ты сейчас ценишь Загонят тебя в угол И тогда ты проснешься А будет уже что? Тебе надо будет страдать уже Сейчас тебе не надо страдать Соглашайся с Господом Верь в Господа Очищайся кровью Иисуса Радуйся в Господе каждый день Радуйся И ожидай Божьего посещения Аминь